2 сентября в зале заседания районной администрации прошло внеочередное совещание общественного совета. На повестке дня обсуждался вопрос о режиме работы паромной переправы. Дело в том, что нынешний перевозчик транспортная региональная компания не соблюдает ранее подписанное соглашение перевозить пассажиров до 23 часов и поэтапно в одностороннем порядке сокращает время работы катеров в темное время суток. Это вызывает естественно недовольство людей города и района. На обсуждение этой крайне важной проблемы пригласили членов инициативной группы с тем, чтобы и они могли высказаться по данному вопросу, внести свои предложения для его решения. В начале совещания руководитель администрации района ознакомил собравшихся со всеми документами, при этом сказал, что набрался уже целый тон переписки со всевозможными инстанциями самого разного уровня. Но обстановка остается прежней. 17 июля руководство предприятия-перевозчика уведомило об изменении расписания движений теплоходов в связи с сокращением светового дня. Чтобы этого не произошло, администрация обратилась в ФБУ «Печорводпуть». Там им порекомендовали обеспечить комфортное пребывание пассажиров на берегу и установить дополнительное освещение. Что и было сделано. Установили световые знаки, дополнительные светоотражающие створы, поставили беседки, туалеты, баки для бытовых отходов, почистили берег. Приехавшая комиссия в составе работников Министерства развития промышленности и транспорта и «Печорводпуть» сочла обстановку приемлемой. Подписала письменное разрешение оставить прежнее расписание перевозок. Однако перевозчик проигнорировал это разрешение и продолжает сокращать время работы катеров. А дальше это расписание не выполняется в одностороннем порядке. И сегодня действительно, я знаю, наверное, слово другое подобрать сложно, но я определил его, что сегодня по прихоти региональной транспортной компании в Уктыле вводится комендантский час. Что, в общем-то, по усмотрению этой региональной транспортной компании, сегодня невозможно будет попасть либо в Уктыл, либо выехать с Уктыла в рамках подписанного графика работы паромной переправы. А будем передвигаться только так, как сегодня в одностороннем порядке приняла решение региональная транспортная компания. С этим мириться нельзя. На неоднократные письма внятного ответа не было, почему они не исполняют свои решения. Сложившаяся ситуация вынуждает изменять график работы автобусов. Жителям приходится стараться пораньше выехать по делам, чтобы до темноты вернуться домой. А вот приезжающие поздним вечером отпускники должны будут искать ночлег в Укте. Это на самом деле взрыв будет социальный людей. Это на самом деле не просто издеваться над людьми. Когда на самом деле человек даже просто поехал, не говоря о том, что на поезде или откуда-то приедет, просто поехал в Укту и приехал обратно, но он не успеет. Он должен для этого нарушить все существующие правила дорожного движения. Поехать туда в пределах 180-200 км в час и обратно так же лететь. Это риск. Риск такой же, как они говорят в темное время суток перевозки. До конца навигации осталось не так много времени. Она заканчивается 12 октября в 18 часов. Как после будут жить в Уктыльце, никто не знает. Выслушав руководителя районной администрации, члены общественного совета приняли решение направить письмо первому завестителю главы республики Коми Чернову. Было направлено письмо с тем, чтобы транспортная компания все-таки соблюдала график работы парома и чтобы жители нашего Уктыльского района могли переправляться через переправу через реку Печору до 23 часов. Также администрации района были написаны письма министру финансов и министру развития промышленности и транспорта с просьбой приобрести для нужд района на период весенней-осенней распутицы амфимийный катер на воздушной подушке «Марс-2000», так как после закрытия навигации в Уктыль полтора месяца будет оставаться без транспортного сообщения.